Утро со звуком. Не проспи. Главное это утро. Да, вот такие ритмы не то чтобы завораживают, они просто заставляют биться сердце быстрее. Очень круто. Я думаю, сердца многих девушек вздрогнутся, когда услышат слова. Главное, чтобы они не только вздрогнулись, но и наполнились какими-то новыми эмоциями. Ну, а прямо сейчас, друзья, для всех для вас гороскоп. Гороскоп на радио 13. И у нас Овен. Вы пока еще не нашли достойного применения собственным накоплением и хотите грамотно и с толком вложить их в дело. Решение правильное, но партнер ваш ненадежный. Телец. Если вы плохо владеете иностранным языком, не стесняйтесь признаться себе в этом и попросите прислать переводчика. Близнецы. Удачное время для решения общественных задач и выполнения поручений влиятельных лиц. Рак. Не вступайте в чужой спор, даже если вам покажется, что вы имеете к его предмету прямое отношение. Живите в мире. Постарайтесь сегодня оплатить все задолженности за телефонные переговоры, проценты по кредиту и счета за квартиру. Дева. Слишком много народу знает о ваших планах и не прочь погреть руки у чужого огня. Весы. Пусть вас не прельщает радужная перспектива, которая откроется перед вами сегодня. Скорпион. Не обращайте внимания на насмешки и кривые ухмылки коллег. Они просто завидуют вашему успеху и пытаются испортить ваше рабочее настроение. Ты тоже скорпион? Да, я скорпион. А, братец, вот они. Стрелец. Вам захочется перемен. Звезды советуют взять небольшой отпуск и полностью отключиться от насущих проблем. Козирог. Какое-то время вы еще можете продержаться на выстроенной вами лжи, но потом все равно придется говорить правду. Водолей. Вы поспешили с выводами и попали в нелепое и смешное положение. Никто не говорил вам, что все это вы придумали. Рыбы. Вы открываете новую страничку собственной жизни и пока еще не знаете, что там написано. Не трусьте и не стойте слишком долго на пороге событий. Гороскоп на радио 13. Остерегайтесь подделок. Настоящее утро. Утро со звуком. Только на радио 13. Ох, друзья, ну вот и все на сегодня. Быстро как-то пролетели два часа. Отлично. По-моему, отличное утро было. Так, вопрос первый буквально в двух словах. Про Алые Паруса что это такое? Да, Алые Паруса это большой-большой городской праздник в Санкт-Петербурге, который посвящен последнюю звонку и выпускному. То есть проводится каждый год на главной арене на Дворцовой площади. И на стрелке Васильевского спуска и так далее и тому подобное. И в этом году я очень хотел бы принять там участие. Сейчас проходит активное голосование ВКонтакте. Я очень буду благодарен за поддержку. Если вы нажмете такую галочку как лайк, то есть лайкни меня. Ну и все дела. Ну вы знаете, что делать. А что будет, если ты победишь? Просто для меня будет очень приятно еще раз поехать в этот замечательный город и выступить перед большим количеством людей, потому что для меня это огромное удовольствие. А, там по количеству лайков отбирают, да? Ну что-то типа того. Во всяком случае, как-то это будет влиять. Лайкнем вместе Диму. Дима, еще такой вопрос задаю всем и каждому нашим гостям. У каждого человека в жизни есть какое-то одно утро, которое он помнит сигнал. Есть ли в твоей жизни уже такое утро? Я, наверное, все-таки скажу, что буду жить в будущем и буду ждать это утро, потому что пока что для меня каждое утро, оно совершенно разное. Всегда это позитив или негатив, неважно. В принципе, главное помнить, что как ты проснешься, так ты и проведешь свой день. Поэтому никогда не грустите и смело идите в бой с раннего утра. Да, и слушайте по утрам радио 13, там утреннее шоу «Утро со звуком». И хвостик звук. Да. Друзья, утреннее шоу «Утро со звуком» выходит при поддержке звукозаписывающей компании ААС-Медиа. ААС-Медиа – все, что связано с записью звука и мультимедиа. Запись песен, подбор запись дикторов и актеров, озвучка фильмов, производство рекламы, озвучивание ваших торжественных мероприятий и многое другое. Адрес сети интернет www.recording.ru, телефон в Москве 225-81-19. Все, друзья, на этом все. Сегодня ждите еще программу «Радиофон» буквально через час. И вечером тоже вечерний «Радиофон» программочки по вашим заявочкам в течение сегодняшнего дня на «Радио 13». С вами были Костя Звук, Полина Казарцева и Дима Першин. Всем спасибо. Пока-пока, искренне ваши. Счастливо.